Маме, господа, добрый день. С вами Дмитрий Борисович, компания «Чеснадцатый». Дмитрий Андреев, как обычно говорим, как мы сейчас с опционами. Если есть вопросы, пожалуйста, давайте чат про нижнюю ваше утра. Ну, собственно, записи смотрите на YouTube. Давайте поговорим про то, что можно сегодня делать на рынке. И, собственно, что у нас интересного происходит. Значит, интересного. Мы вчера очередной раз наблюдаем сегодня небольшой рост волатильности, да, но, скорее всего, ближе к концу сессии. Если американцы нам не подожди к нашу логонку, то падение волатильности у нас еще продолжится. Мы с вами, я думаю, не скатимся, поскольку пятница все-таки нужно учитывать. Временной распад за выходные в ценных национах. Ну, естественно, это у нас тратить. Это ваше даме волатильности. Вот. Пока, кстати, на сегодня у нас... Да, динамика, как видите, немного нисходящая, но волатильность подрастает незначительно. В 16.30 сегодня американцы будут выданы по ВОД, поэтому, я думаю, основное внимание будет сосредоточено именно на НИГ. Так что мы имеем по рынку, да. Соответственно, вот мы на 1.36 вчера протестировали этот самый максимум, про который я говорил. Так, немножко про другое говорил. Я говорил про уровни седжирования рисков роста рынка, если это касалось того самого пропорционального коллспеда. У нас, собственно, пара текущим условиям, да, уровни где-то... Да, текущий уровень у нас является центром того, что у нас может быть на НИГ. Давайте напомним, что у нас... Так, 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 так. Так, вот, собственно, про что у нас шла речь. Пропорциональный коллспед, ну, в принципе, за два дня ситуация длина с таким образом, что практически по нолям. Так, 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 то я показываю... Да, да. Это как раз то, о чем мы говорили с вами в прошлый раз. Волатильность у нас снизилась относительно того уровня, по которому мы говорили. Ну, собственно, это снижение волатильности родилось положительно на этой картинке, насколько плавающий убыток в текущей ситуации и он практически ноль. Плюс временной распад, ну, он сейчас, конечно, не очень сильный за 19 дней, но, тем не менее, за счет падения международного ватильности у нас такая картинка сложилась. В принципе, кто не страховал свои риски от роста тени базового актива, то рекомендую сейчас, ну, например, на такую пропорцию 5 купленных 15 плодных захиджировать свою патенту. Это где-то на 3 купленных контракта. Ну, я бы сделал на 2, все-таки, купленных контракта, 2 фичерса добавил в позиции для того, чтобы перевернуть как-то то, что мы имеем. Это самый простой вариант развития событий. Так, сейчас, минутку. Добавить в портфель 2 контракта по текущим ценам. В принципе, это надо было сделать значительно раньше. Да, я говорил как раз по уровню, по-моему, 1.33, но вот в текущий момент мы как-то далеко и не ушли. Поэтому в этом случае разворота график у нас будет выглядеть вот примерно таким образом. Кого смещает вот этот вот большой хвост слева, то, собственно, может воспользоваться не фичерса, а использовать колы с экспирацией уже в июне. Как раз такой подход. Давайте я покажу. Добавление колов в дальние экспирации позволяет снизить риски от падения цены базового актива. Ну, например, по центру у нас центральный страйк сейчас 135. пятый, ну, вот если мы добавим, кстати, пятый колок в текущую позицию, то у нас картина будет выглядеть следующим образом. Так, тут у нас... Да, вот примерно так у нас будет выглядеть картина. С одной стороны, мы частично страхуем то, что у нас находится справа. Ну, поскольку дельта у вот этих 125 дальних опцион достаточно низко, то тут нужно, ну, по объему больше добавить, чтобы как-то у нас эта позиция выровнилась. Ну, под этим сколько у нас получается? Текущая дельта 135 у нас 0,53, если без этого текущая дельта у нас 2,6. Ну, соответственно, да, через добавление, правильно, сейчас начали сделал. 5 135-х контрактов. Вот так, не тот взял. 5 колоксов с трайком 135 дают нам возможность в настоящий момент заэсседжировать свои дельты. Ну, если мы берем, конечно, дальние контракты, то нужно больше мы будем покупать, иногда будет более четко развернута. Ну, так все это не сильно позволяется, как я уже сказал, во-первых, снизить риск от падения, поскольку если цена базовой артёры, если не начнет падать, во-первых, у нас будет ограничен на момент экспирации этот риск, ну, во-вторых, за счет роста ожидания власти, из-за кричины падения, мы можем видеть подражание кола, и, в общем-то, можно даже его без особых потерь продать. То есть, достаточно интересный эффект. Поэтому у нас, ну, при развороте, когда подражают колы, и интеллигирование дальнего кола, они позволяют нам снижать риски. Вот. Это что касается колдспреда. Что касается колдспреда, по которой мы с вами до этого говорили, тут, в общем-то, временный распад пока не на нашей стороне. На настоящий момент у нас, ну, насколько тут, максимальный уровень временного распада пошел примерно на процентов, сколько получается, 1,3, по 1,6, на процентов 18. Соответственно, основной риск, то, что цена останется у нас в диапазоне у 130 до 135. По большому счету, вот он, наш диапазон, про который мы говорим. Я бы сейчас порекомендовал проролировать, ну, скажем так, даже не проролировать, а закрыть текущий портфель и переквалифицироваться в страйке 130-135. Ну, это у меня уже сформированный портфельчик есть. То есть, 130-й продаем и, соответственно, 125-й покупаем в пропорции 1,3. Профель у нас будет выглядеть вот таким вот образом. Если сравнивать теперь и вторую стратегию, то там подальше по гамме у нас, то, что у нас сейчас имеется в 130-135, не уступает 130-му, 125-му, то есть в желтой реме, но, тем не менее, временной распад по 130-35-му, хоть и до экспирации будет не на нашей стороне, но если цена базового актива у нас начнет расти, то в этом случае риски, или останется, скажем так, на месте основной наш риск, то в этом случае наши риски будут минимальны. И с приближением майской экспирации, дней уже сколько осталось там, ну, фактически две недели, даже меньше, поскольку отдыхаем мы достаточно много, в мае, то переход со 135-го страйка на 130-й и 125-й, на мой взгляд, вполне оправдан. Ну, по сути, да, по стоимости кардинально не отличается, 5700 на 6400. Текущие от планируемых отличаются, и поэтому мои рекомендации по тем стратегиям, которые у нас сейчас открыты, именно сводятся к этому. По большому счету, я бы не даже нечего особо говорить, поскольку сегодня ждем 16.35, если будет пассивность, можно ждать роста реальной налогенности, может быть, даже ожидаемо в опционах у нас возрастет, и в любом случае будете выролировать эту стратегию или не будете, результат будет примерно один и тот же. Что касается call-спреда, то вот такой вот зазахиджированный вариант в случае сильного падения позволит иметь минимальные убытки под это появится, поскольку наша основная задача, что на базовом теле осталась вот в этом диапазоне. Ну и дополнительно, если у нас будет все-таки мощи хорошие, то нужно начать седжироваться от 26.000 пунктов по фьючерс-сенальному СРТФ. Это не максимальная точка наших прибыли на экспирацию, но она позволяет нам иметь техническую хорошую опору для того, чтобы управлять наши позиции. То есть покупка 1306. Это мои рекомендации под пропорциональный call-спред. Вот что у нас на сегодня есть. По поводу записи без звука я, к сожалению, ничего сказать не могу. Я поговорю с нашими специалистами, которые занимаются этим вопросом. И я думаю, что если до этого все было нормально, то этот вопрос, конечно, будет исправлен. с основным информатом у меня на сегодня все. Я, пожалуй, с вами прощусь. В недельник мы с вами, как обычно, говорим про изменение объема открытых позиций на американских площадках. И я думаю, что в частности объема открытых позиций на S&P будет достаточно много интересных моментов, поскольку рынок наверху, данные по США, естественно, повлияют на рынок. и какие-то изменения у нас будут неизбежны. Все, затем прощаюсь. Удачно доторговать эту нелегкую вторую половину дни пятницу и, собственно, удачно отдохнуть на выходных. Все, прощаюсь до понедельника. Все хорошего. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...